За окном минус, в доме плюс. Отопительный сезон, горячая пора для инспекторов МЧС. Сотрудники спасательной службы постоянно на страже. В этот раз в фокусе переулок кооперативный. Цель – проверка пожарных устройств. Хозяева первого жилища в списке признаются – у них есть только газовый извещатель. А печка стоит на всякий случай, но ей они уже лет 10 не пользуются. Нет необходимости. Безопасность у нас очень строго. Муж курит только там, на улице. Стоит специальная баночка. В доме вообще, считай, у нас это и не принято. Все должно быть четко, под контролем, потому что это наша жизнь, это наша, кавань, как говорится, безопасность. В профилактических мерах огнеборцы рассказывают об эксплуатации и жизненной необходимости АПИ. В поле зрения – одиноко проживающие граждане, инвалиды, многодетные семьи. В особых случаях, у кого нет полезного устройства, дарят безвозмездно. Этот простой прибор ценой в 12 рублей только в этом году спас жизни 86 белорусов. Извещатель подает мощный звуковой сигнал даже при малом количестве дыма. Важно не только приобрести, но и правильно установить устройство. Чаще всего оно крепится на потолок. Рекомендуется это сделать во всех жилых помещениях, особенно в детской комнате. Механизм работает автономно от батарейки кроны, которую достаточно менять раз в год. Также периодически нужно проверять работоспособность извещателя при помощи тестовой кнопки. Мы напоминаем гражданам о безопасности в быту, о правилах пользования печкой, каминами, электропроводкой, электрооборудованиями. Ну и, конечно, большой акцент ставим на автономные пожарные извещатели, которые ежегодно спасают жизни. Сотрудники МЧС только за шесть дней обошли уже более тысячи домов. Но не каждый воспринимает рекомендации всерьез. Кто-то и дальше будет пренебрегать правилами. К таким инспекторы заглянут еще не раз. Приобретать извещатель или нет – выбор каждого. Но помните, сигнал СОС может стать по-настоящему спасательным кругом.